Добрый вечер! С поздней помощью начнём четвёртый урок по книге Вайкра. Мы в самом начале недельного раздела Вайкра. Речь в нём идёт о жертвоприношениях, и мы подробно разбирали вопрос о тамимецвод в данном случае, то есть о смысле, о предназначении жертвоприношения. Ну, а вот теперь перейдём уже конкретно к тексту. В главе рассматриваются законы и порядок жертвоприношений по порядку. Есть то, что называется «Ола», как принято переводить это на русский язык, «Все сожжения» или, может быть, «Восходящая жертва». Смысл в том, что это вид жертвоприношения, когда жертвенное животное целиком сжигается на жертвеннике, и ни священники Куаним, ни тот, кто приносит эту жертву, не едят её мясо никакой части. Она целиком вся только наверх. Есть шламин, или, как это называют, мирными жертвами. Здесь уже часть сжигается, а часть съедается. Есть хатат, это жертвы очистительные и искупительные, о них речь пойдёт в конце главы. Вот, возвращаясь к «Олот», к всесожжениям, к восходящим жертвам, снова мы видим здесь разделение, чётко разделяются здесь отрывочки, которые говорят о принесении различных животных. А именно, есть из крупного рогатого скота, то есть коровы, пеки, есть из мелкого рогатого скота, это уже овцы-козы и, наконец, третья из птиц. В дальнейшем будет разбираться ещё вопрос о мучных рертвоприношениях. Пока посмотрим, что говорит Тора, что у нас сказано в тексте. Это первая глава, десятый стих. А есть ли его жертва, то есть человека, который приносит эту жертву, тот, кто жертвует, есть ли его жертва из мелкого скота, из овец или из коз? То есть из мелкого скота может быть только либо из овец, либо из коз. Для всесожжения, для улёд, то мужского пола, хотя я говорю овец и коз, на самом деле, должен быть мужской пол, то есть либо козёл, либо баран. Мужского пола – совершенную. Совершенную означает, чтобы в ней не было физических изъянов, увечий. Совершенную пусть принесёт её. И зарежет её у жертвенника. И далее подробно описывается, каким образом порядок принесения этой жертвы. А если из птиц всесожжение, жертва его богу, то пусть принесёт свою жертву. Птиц-то много. А из каких именно птиц? Тоже здесь только две возможности. Либо из горлиц, либо из молодых голубей. И принесёт её священник к жертвеннику. И здесь я хочу прочитать несколько деталей, относящихся к порядку принесения жертвы из птицы. И отделит зоб с перьями. То есть перед тем, как сжечь на жертвеннике эту птицу, которая приносится в жертву, необходимо отделить её зоб вместе с перьями и бросит его возле жертвенника с восточной стороны в месте сбора пепла. И надорвав её у крыльев, там, где крылья, но не отделяя их, не разделяя две половинки полностью, священник воскурит её на жертвеннике. На дровах, что на огне. И это жертва всеношения, огнепалимая, благоухание, приятное Богу. Вот такой отрывок. Итак, когда приносится птица в жертву, то написано, что нужно отделить её зоб, то есть место отходов, и дальше сказано вместе с перьями. Ну, вместе с перьями – это уже, это не просто перевод текста, но это уже и определённая интерпретация. Почему я об этом говорю? Потому что Раши не хочет так интерпретировать. Слово, которое написано в оригинале – «бенноцата», безусловно, можно объяснить это, как происходящее от слова «нуца», то есть перья. Но Раши говорит, что следует в соответствии с тем, как понимает это Талмуд, нужно объяснить это друг по-другому. Слово «нуцата», говорит Раши, обозначает не перья, а то, что вызывает отвращение у людей. Это уже вопрос о значении еврейских корней. Именно таково толкование Раби Абы Йосибен Йоханан в Талмуде, что вместе с зобом нужно вынуть и желудок, чтобы он не попал на жертвенник. И это… На первый взгляд понятно, желудок с кишечник со всем тем, что его наполняет. Не совсем… Любой человек может понять, что на жертвенника это как-то не очень. Да, говорит Раши, но ведь если мы посмотрим детали принесения жертвы из животных, то там не так. Животное, приносимое в жертву всесожжение, если мы посмотрим законы Лот, то там написано, что и внутренности тоже приносятся в жертву. Их нужно очистить от содержимого, их нужно вымыть в воде, но после этого чистые и вымытые они сжигаются на жертвеннике вместе с мясом. Тогда вопрос, почему же у животного внутренности идут на жертвенник, а у птицы внутренности не идут на жертвенник? Ответ Раши. Животное, приносимое в жертву всесожжение, ест из ясли своего господина. То есть и корова, и овца, и коза, все они едят из того, что им дают их господа, либо максимум травку на лугу они приедят. Поэтому и сказано о внутренности. И голени вымоет водой и воскурит на жертвеннике. А птица, птица, она питается краденым. То есть для птицы нет пределов. Она залетает и на чужой огород, она залетает и на чужое поле, она ест все то, что принадлежит людям. Она ест и ягоды, она ест и плоды многих плодовых деревьев. Все это, иными словами, питается тем, что среди людей принято назвать ворованным. Желудок, который питается ворованным, на жертвенник не пойдет. Поэтому выбросить ее внутренности, в которых находится ворованное. Это по поводу зоба и внутренности. Но есть еще одна деталь. Получается, что если мы объяснили, что слово «нуцата», которое помянуто здесь, означает нечто противное, то, что вызывает отвращение у людей, имеется в виду внутренности, желудок и внутренности, то значит перья остаются. Это значит, что снова здесь есть различие между животными и между птицами. Животное сжигается на жертвеннике только мясо, то есть кожа снимается с него. А что касается птиц, то они воскуряются на жертвеннике вместе с перьями. Говорит Раш, но найдется ли человек, которому не будет противен запах горелых перьев? Снова обывательская мысль обостанет против того, что сказано здесь. Но ведь это же храм, храм Божий. Там же все должно быть прекрасно. И вдруг такая невероятная вонь, когда горят перья. Это же отвратительный запах. Как понять, почему Тора немного запускает, а повелевает, что вот именно так нужно сжечь птицу, сжечь жертвенную птицу вместе с ее перьями. Почему же тогда продолжает Раши? Писание велит принести их в жертву. И теперь я вместе с тушкой. Ответ. Чтобы приношение бедняка украшало жертвенника. То есть, понятие «ощипанный цыпленок» всем известно. Теперь представьте себе, что еще это не «ощипанный цыпленок», а что это «общипанный голубь». Что там есть? Ничего даже. Посмотреть на это. Кто приносит жертвоприношение с птицей? Человек состоятельный. Он может купить жертвоприношение серьезное. То есть, может купить теленка. Если он несостоятельный, то, что называется из средних классов, мидл-класс, так он может купить барана. Тоже хорошо. Кто приносит голубя? Человек, которого совсем туго с деньгами. И если мы сейчас еще, если Коин, священник, еще и должен будет «ощипать» этого самого голубя, то, когда уже этот голубь попадет на жертвенника, то совсем на него уже подлюдение стоит. Поэтому Тора здесь и говорит, чтобы это не выглядело насмешкой над человеком, который, невзирая на скудность своих возможностей, он все-таки приносит жертву, поэтому и сказано о птице, сказано, что это, как там Тор заканчивает, что это это благоухание, это запах приятный Всевышнего. На первый взгляд этого запаха просто нос заткнул моментально, для меня это приятный запах. И пусть это будет именно в перьях, потому что в перьях это выглядит хоть как-то, не так уж смешно, как это выглядело бы, если бы голый был ощипанный. Не важно, не то важно, много принес человек или мало, а то, устремил ли он к небу свое сердце или нет. То есть, если в начале этого комментария нам казалось, что речь здесь идет о жалости Всевышнего, о том, что Творец мира жалеет бедняка, у которого мало средств, поэтому он говорит ему, ладно, пусть он принесет голубя, не нужно барана, пусть он принесет голубя, еще к тому же этого голубя не отщипывать, так, чтобы выглядел пожирнее, хотя на самом деле там совсем уже ничего нет. Здесь уже начинается переход к другой идее, совершенно верно, не в этом дело, совершенно неважно количество, толстый упитанный баран или маленький голубь. Дело не в количестве приносимого, а дело в том, каково намерение, каково желание и каков настрой человека, который это приносит. То есть, то, что Всевышний назвал здесь в Торе жертву приносимую из голубя, назвал ее Рех Нихуах, то есть, угодный и приятный ему запах точно такими же словами, как он назвал жертву, когда приносится теленок или баран, это не со стороны жалости Всевышнего, что он такой жалостливый, что он жалеет бедняка и готов принять у него даже его маленького цыпленка. Нет, не в этом дело. Дело здесь именно в том, что количество неважно, не количество определяет, не это важнейший фактор. А важно то, что в сердце у человека, важно то, с каким намерением он приносит эту жертву. вот здесь мы переходим ко второй главе, и во второй главе речь уже пошла о жертвоприношении из муки. если в первой главе все животные жертвоприношения, которые могут быть либо из трех видов домашних животных, либо из птиц, то здесь мы пришли к мучному. И начинает его Тора так. «И если душа принесет хлебное подношение Богу, то его жертва должна быть из тонкой муки, и пусть польет это приношение оливковым маслом, и положит на него ладан, то есть благовоние, и принесет его сына Марона священник, и возьмет оттуда то есть священник возьмет оттуда полную горсть муки с оливковым маслом и со всем ладаном, и воскурит священник его поминальную часть, то есть вот это то самую горсть, которую он взял, она становится поминальной частью на жертвеннике в огнепалимую жертву, благоухание приятное Богу. А вот остаток от этого хлебного подношения Аарона и его сына, здесь тоже есть различие между жертвоподношением животных и мученым жертвоподношением или как оно еще называется минха, то здесь остаток только горсть сжигается на жертвеннике, а остаток съедят Аарон и его сыны. Это святая святых из огнепалимых жертв Богу. Обратим внимание, как начинается этот отрывок. И если душа принесет хлебное подношение Богу, то хлебное подношение, то его жертва должна быть из тонкой муки, она должна быть смешана с оливковым маслом. Когда речь шла о жертвоподношениях из скота, то там не было такого выражения, если душа принесет. Там было сказано, например, если его жертва из крупного рогатого скота, или его жертва из мелкого скота, или его жертва из птиц, а вот здесь, если душа принесет, вообще слово душа, обычно понимание слова душа, что, кстати, не всегда знают переводчики, понимание слова душа, это, как мы говорим в русском языке, что там у нас было двадцать душ, или десять душ, говорим здесь не о душе по отношению к телу, мы говорим здесь просто о душе, о человеках, о людях. Стало быть, простое понимание этого слова, и здесь очевидно нужно было бы сказать, что если кто-то, если некто принесет хлебное приношение, то пусть сделает это из тонкой муки и так далее, так далее. Это простое значение, простой перевод этой фразы. Но если так, то нужно было бы, наверное, так писать и во всех предыдущих отрывках, если кто-нибудь принесет им нефиш, если кто-нибудь принесет жертву из крупного рогатого скота, или если кто-нибудь принесет жертву из мелкого скота, или кто-нибудь принесет, но так не написано, там написано, если жертва им корбану, если его жертва, если его жертва, здесь вдруг добравшись до хлебного приношения, вдруг этого некого обозначили нефиш – душа. Раши не о всяком добровольном приношении, но только о хлебном, то есть только о том, что называется Минха, сказано, что его приносит душа. Кто приносит хлебную жертву обычно? Уже перечислили. Люди состоятельные могут принести теленка. Средний класс принесет барана, бедняк принесет голубя. А кто приносит муку? Человек, который даже не бедняк, он совсем-совсем уже нищий. Это бедняк, у которого нет ни скотины, ни птиц для жертвоприношения. Всевышний сказал, я засчитываю ему это, словно он принес в жертву свою собственную душу. Значение слова «душа». Прежде всего, душа по отношению к телу, снова об этом здесь не идёт речь. Душа, как столько-то душ, как люди, человеки, некто. И с третьего значения, душа – это жизнь. Как мы говорим, душу отдать. Человек готов отдать свою душу за то-то и за то-то. Так вот, с точки зрения бедняка, принести жертву, даже самую маленькую, такого бедняка, о котором здесь речь идёт, а совсем-совсем уже бедного, нищего человека. Для него это самопожертвование. Поэтому Всевышний говорит, что хотя он, всё, что он принёс, это всего лишь только немного муки, но это ему засчитывается, как будто бы он свой душ, потому что это максимум, что он может выдать. И дальше Тора перечисляет различные виды хлебных приношений, они могут быть, они все приносятся из тонкой муки. Варианты – это либо мучное жертвоприношение, либо оно, то, что называется, приготовленное на сковороде, то есть оно жарится на тонкой плоской сковороде, либо оно приготавливается в котелке, то, что называется, ильпас. Это что-то типа фритюрницы, в которой тесто жарится в глубоком масле. Это могут быть халы, хлебы и могут быть рогикин, то есть лепёшки, похожие на нашу современную мацу. И общий знаменатель их, что все они должны были сделать, сделаны из тонкой пшеничной муки. И дальше Тора говорит ещё одну вещь. Никакое хлебное подношение, которое вы приносите Богу, не должно быть сделано из квасного. Хамец в менохот, хамец в хлебных приношениях в храме исключается. Ничто из-за кваски и никакой мёд вы не должны воскурять в огнеполимую жертву Богу. Слово «мёд» здесь вовсе не означает продукт труда, трудолюбивой пчёлки. Имеется здесь в виду совсем другую. Слово «мёд» в Торе называется нектар, который получается из плодов. Самый распространённый – это из фиников, либо из инжира. То есть это сладкий-сладкий нектар, который исходит из этих самых. Иными словами, сахар и всякие прочие сласти, нектары и подобные вещи в жертву приносимы быть не могут. То есть если мы делаем хлебное жертвопоношение, мы его выпекаем, а может туда немножечко подбавить ещё и сладости, нектар какой-нибудь, сахара туда подбавить, ни в коем случае. Исключается. Итак, две вещи здесь Тора исключает. Хамец, то есть квасное тесто. Миноход могут быть только маца, из незабродившего теста, невзошедшего теста, и исключается любой нектар плодов. Сначала Тора говорит, никакое хлебное подношение, которое приносит Богу, не должно быть сделано из квасного. И тут же у нас должен возникнуть вопрос, но ведь мы же немножко читали и дальше. А дальше сказано, что в праздник Шевлот приносится, жертвопоношение приносится из квасного. Как же так Тора говорит здесь, никакое. Сразу же приходит объяснение. Как приношение первых плодов приносите это Богу. То есть в тот день, когда приносится бекурин, первые плоды урожая фруктов, тогда же приносится и хлебное подношение из заквашенного текста. Вот тогда это единственный раз, когда можно в храме принести квасное жертвопоношение. Это можно. А на жертвенник их нельзя возносить в приятное благоухание Богу. Но ежедневно минхуя никак не могут быть. И всякое твое хлебное подношение посоли солью, и не устрани соль завета Бога твоего от твоего подношения с любую твоей жертвы приносить соль. Ну, солью мы, может быть, разберемся потом, а вот сейчас мы более подробно займемся именно вопросом о запрете квасного в жертвоприношение. Это не случайно, поскольку неделя всего до Песаха, поэтому грех не остановиться на этом вопросе и не разобрать его подробно. Подробно разбирается этот вопрос в комментарии своем Рабейну Бахи. Сначала он приводит объяснение рамбам. Рамбам в Мурен и в Украин, в третьей части, где он объясняет там имит свод, смысл заповеди, дает объяснение очень, по крайней мере, методологически очень близкое к тому, который дал вообще смыслу и предназначению жертвоприношений. Говорит Рамбам, поскольку у древних язычников было принято именно, что все их жертвоприношения хлебные были обязательно именно из взошедшего хлеба, чтобы это был такой, знаете, каравай внушительный. Поэтому Тора сказала, а вы не приносите, а вы будете тогда приносить мацу, не взошедшим. На первый взгляд мысль кажется довольно странной. Но ведь понятно, что не может быть по отношению к Богу принцип «натия Божия, что мне не горжи». Богу нужно доделать самое лучшее. Но если спросить любого человека, скажи, что лучше, что вкуснее – сдобная булка, взошедший хлеб из взошедшего теста или невзошедшее тесто, или масса, которую ты… И жевать трудно, и проглотить бывает не совсем легко. Ну так, конечно же, взошедшее тесто. Любой человек предпочтет взошедшее тесто. Любой человек предпочтет хлеб в таком случае. Почему же так? Трампам это общий принцип. Многие вещи, которые сами по себе, они сами по себе хорошие. И если бы мы жили в идеальных условиях, кто бы сказал, а вот это вот очень хорошо, но поскольку язычники превратили это в свой обычай, в закон, в нечто обязательное по отношению к их идолам, то мы от этого уходим. Несмотря на то, что это кажется вполне хорошим. То же самое и здесь. Поэтому он тоже и сказал, никакого красного теста, ни в коем случае, и никакой сладости. Таково объяснение Рамбана. Рабельный Бах и не высказывает, что он думает по поводу этого объяснения, но понятно, что такой образ мысли – это не его образ мысли. Он мыслит совершенно иначе. Поэтому он дает два своих объяснения. Одно – Дырых Абшат, а другое уже более глубокое, – похоже, ведь Рабельный Бах и в своем комментарии он совершенно четкий ученик Рамбана, хотя непосредственно Рамбана он не учился. Он был ученик ученика Рамбана. Но в комментировании Торы он идет по стопам Рамбана, совершенно очевидно. И как у Рамбана есть у него всегда, Альдара Хабшат, в Альдара Хаймет – истинный комментарий, то есть полагающийся, основывающийся на Кабале, также и у Рабельный Бах. Альдара Хабшат говорит Рабельный Бах и так. Ведь предназначение жертв, как это объяснил Рамбан, основное предназначение жертвоприношений – это искупление грехов. А откуда у нас грехи? Почему мы грешим? Причина тому, что есть яйца Рара. Мы свободны в своем выборе, благодаря тому, что у нас есть яйца Рара. Если бы мы были ангелами, не обладали яйцами Рара, то мы всегда бы исполняли волю Бога и никогда бы не отходили от него. Есть яйца. Поэтому нам не всегда удается его побороть. Вот отсюда и грехи. И дальше пишет Рабельный Бах и А брожение, в результате которого получается взошедшее тесто, забродившее тесто, и мёд, и сладость – это и есть яйца Рара. Немножко выражение непонятно, что это и есть яйца Рара. Может быть, можно сказать, что эти две вещи символизируют яйца Рара, но как-то немножко сильно сказано – это и есть яйца Рара. И кроме того, если они символизируют, то почему тогда два символа у яйца Рара недостаточно было бы одного, и они немножко не похожи друг на друга? Единственный общий знаменатель может быть того, что и то, и другое вкусно. Доказательство того, что это яйца Рара. Говорит Рабельный Бах, и мы знаем, что Тора повелела в Песах полностью отказаться от квасного. Почему? Общее объяснение именно, что квасное в Песах, поскольку квасное, хамец, забродившее тесто – это символ Ейцарара, то от него нужно отказаться в Песах. То же самое и здесь. Почему это два, скажем, в скобках? Робин Убах это не объясняет. Хагро в комментарии к Мишле и в ряде других своих книг говорит о том, что есть у человека два основных Ейцара. Ейцар, он называет их таавани – это один, и каасани – это другой. Что такое таавани? Тава – это влечение человека. В книжках на русском языке принято переводить это как страсти, но это не страсти, речь идет о другом. Это означает влечение. То есть, влечение человека к комфорту, к вкусному, к еде, сексуальное влечение и так далее. Достаточно низкий уровень человеческого существования, влечение. Понятно, что влечение приводит к тому, что человек часто нарушает запрет. Ему, предположим, нельзя есть чего-то такое, а человек не может побороть свое влечение и ест. Или он не может побороть свое влечение к какой-то особи, которая ему запрещена. Касани – от слова «кас», что значит «гнев». Хотя Агро называет его «касани», но явно он имеет в виду нечто более общее. А именно, в отличие от первого, который сводится к влечениям, здесь речь идет про эго. Человеческое эго, то есть, видение себя и ощущение себя в центре. Я – пук земли, и отсюда, соответственно, все, что мешает мне, все, что противоречит мне, должно быть опрокинуто, убрано. Отсюда, понятно, что и гнев. Что такое гнев? Поскольку я – пук земли, и в тот момент, когда что-то происходит не так, как я хочу, то я взрываюсь, я не могу с этим смириться, во мне все просто кипит в тот момент, когда кто-то делает не так, как я хочу, или события поворачиваются не так, как я хочу. И если бы не было этого сильнейшего ощущения моего «я», моего эго, то то, что произошло, не так, как я хотел. Я хотел бы по-другому, но вышло не так. Ну, что делать? Бывает. Если я не так реагирую, только от того, что я заклинился на своем «я», эго. На самом деле, это две основных действительно силы человека. Известно, что в XX веке была уже серьезная полемика между двумя крупнейшими психологами – Зигмунд Фрейд с одной стороны и Альфред Адлер с другой. Фрейд утверждал, что главная сила, движущая человеком – это либидо, то есть влечение человека самое разное. Они же могут сублимироваться и толкать человека на те вещи, которые мы, на первый взгляд, не связываем конкретно с влечениями. Но даже тогда, когда человек борется за свою социальную позицию, за укрепление своей социальной позиции, на самом деле, на самом деле в глубине это просто его либидо, которое проявляется в такой-то форме. С Фрейдом поспорил другой психолог, Адлер, который сказал ничего подобного, наоборот. Главная движущая сила человека – это эго. И даже когда человек действует для удовлетворения своих влечений, на самом деле это просто проявление его эго, которое проявляется в том, что он позиционирует себя как человек, который удовлетворяется. – они долго спорили друг с другом, это не наше дело. Но самое главное, что это как раз те самые две силы, понятно, что спор – это вряд ли уместно, есть обе силы, обе силы, с которыми человек должен бороться для того, чтобы быть действительно человеком. Иногда действует та сила, иногда действует другая сила. Верно и то, что они говорили, что иногда одна сила может маскироваться по другую и наоборот. Всё это верно, всё это правильно. Но есть две основных силы. Если это две основных движущих силы человека, то вряд ли можно назвать это само по себе зло. Почему же тогда Рабейну Бархи говорит, что это яйцарара, это и есть зло, и Агро говорит, что это яйцарара? Объяснение Рабейну Бархи вот. Ведь что такое яйцарара на самом деле? Это не то, что у человека не должно быть. Всевышний дал ему яйцарара. Яйцарара – это то, что должно быть у человека. Но человек должен им управлять. Немного ему необходимо и управляемо. Ведь если бы у человека не было влечений, то человек просто бы не жил. Если бы человеку не хотелось есть. Представьте себе, человек, у которого отпадёт вообще желание есть и пить. Если бы у людей не было влечения к особе другого пола, человечество бы прекратило своё существование, не размножаясь и так далее. Если бы у людей не было эго, желание продвинуться, прославиться, построить карьеру, пробиться, то мы и по сегодняшний день мы бы жили в первобытных условиях, в которых жили наши предки 5 тысяч лет тому назад. Все те блага цивилизации, которые есть вокруг нас сегодня, в том числе и то, что мы сегодня можем записывать урок и передавать его онлайн во все края земли, это благодаря тому, что у некоторых людей было очень-очень сильное эго, и для того, чтобы это удовлетворить, они построили всё. Все эти самые блага цивилизации, всё это верно. Но как только этим не управляют, как только это становится неуправляемым, вот тогда, тогда это катастрофа, тогда это приводит действительно к греху, к злу, и примеров приводить не будем они очевидны. Все это выражается в хамец, в бродившем тесте, что он еще выражается. Обычно говорят, хамец – это символ яйца рара. Рабену Бахи не так сказал. Это не символ яйца рара, а это сам яйца рара. Слышишь, как это сам яйца рара? Хлеб, тесто. Здесь имеет смысл посмотреть, что говорит об этом Рамхаль в Дерахаши. Дело в том, пишет он, что хлеб предназначен в пищу человека и в самом деле соответствует состоянию, которое Всевышний не желает в человеке. Закваска, то есть брожение, результат естественных процессов в хлебе, способствующий тому, что он становится легко усвояевым и вкусным. И это также следует закону, которому належит проявиться в человеке. Рамхаль. Рамхаль здесь занимается вопросом, который очевиден для каждого человека, который выслушивает это объяснение, что в Песах не едят хамец. Почему? Поскольку хамец – это символ яйца рара, но если хамец – это символ яйца рара и это так плохо, то почему тогда Тора не повелит нам все весь год не есть хамец? Почему тогда? Если хамец – он такой себя плохой, такой ужасный, то надо от него отказаться полностью. Это невозможно? Возможно. Точно так же, как можно отказаться от многих других интересных вещей, которые существуют в мире, как можно отказаться от свиного мяса и от многого-много-много другого? В чем же дело? Рамхаль объясняет здесь, что хамец не просто символ гейцера. То есть, у каждого, каждый материальный предмет, каждый материальный объект сам по себе, он является только материальным воплощением духовного корня, который и воплотился в него. Стало быть, хлеб, спеченный из бродившего теста – это тоже воплощение какого-то духовного объекта. А что это за духовный объект? Это яйца рара. Почему? Посмотрим на хлеб. Понятно, что если взять тесто, не сбродившее, и даже выпечь его, получится маца, хлеб который трудно есть, не очень вкусен, прямо скажем, и уж совсем тяжело переваривать. Это любые врачи, которые занимаются гастроэнтерологией, объяснят вам, сколько им приходится принимать больных в ходе ПЭЦ или после ПЭЦ. этот хлеб получился без брожения. Если бы мы оставили тесто и не стали бы его моментально запекать, то в нем начался бы процесс брожения. процесс брожения, в результате которого расщепляются молекулы и выходит газ. получаются, отсюда тесто начинает всходить, и хлеб, который потом получается, он становится и вкусным, и более воздушным, легко усваиваем. ПЭЦ – это пища человека. Она естественна, она нормальна для человека, и совершенно не случайна. В трактате ПСОХИМ, в трактате, который посвящен Песоху, там есть такая гада, что в час, когда Всевышний сказал Адам первому человеку после его греха, «КОЦВЕДАРДАРТАТСМЕХЛИХА АДАМА! КОЛЮЧКИЕ ЧЕРТОПОЛОХИ ПРОИЗРАСТИТ ТЕБЕ ОТНЫНЕ ЗЕМЛЯ!» Говорит Талмуд, что в этот момент Адам был поражен. Он сказал, «Как же? Что же это получается, что я и мой осел мы будем есть из одного корыта?» Всевышний успокоил его. Следующая фраза, «КОЦВЕДАРДАРТАТСМЕХЛИХА АДАМА!» То есть, «КОЛЮЧКИЕ ЧЕРТОПОЛОХИ ПРОИЗРАСТИТ ТЕБЕ ЗЕМЛЯ!» «БЕЗИАТА ПЕХАТУХАЛЕХМ В ПОТИ ЛИЦА СВОЕГУ БУДЕШЬ ЕСТЬ ХЛЕБ!» Тогда Адам успокоился. Он не спустился на животный уровень. Он не будет травкой питаться. Он будет есть хлеб, значит, он остался человеком. Хлеб – это еда человека. Почему? Хлеб, мы сказали, его… Именно брожение, которое приводит к появлению хлеба, кстати, в скобочках, брожение даёт нам два продукта основных. Хлеб, который стал главным продуктом питания человека, и вино – самый важный из напитков. Оба производят брожение. Так вот, духовный корень брожения – это яйца рара. И пища основная человека – это яйца рара. Почему? Да потому что в человеке обязательно должен быть яйца рара. И не только что обязательно должен быть яйца, благодаря яйца рара человек стал человеком. Всё величие человека – оно именно благодаря тому, что у него есть яйца рара. Как это? Я очень люблю цитировать 8-й псалом царя Давида. «Когда вижу я небеса твои, дело перстов твоих, лну и звёзды, которые устроил ты, то думаю, что есть человек, что ты помнишь». Такой великий мир, такой колоссальный. И здесь маленькая-маленькая-маленькая планетка Земля, и на ней ещё просто микроскопический человек. Такой маленький… Какое дело Всевышнего до этого человека? Правду он говорит, врет он, нарушает субботу, соблюдает субботу. «Не мание ли величие этого человека представляет себе, что Бог им вообще интересуется?» Так попрощает царь Давида. И отвечает себе, «И ты умолил его немного перед Богом. Слава и великолепие ему венчал его, ты сделал его властелином над творениями твоих рук, и всё положил к ногам его человек. Это самое великое творение». Номер два во всём творения. Самый-самый важный, самый великий. Всё, он венец творения. С точки зрения материальной человек действительно песчинка. Но почему же тогда Всевышний сделал его венцом творения? И почему же он так интересуется им? Благодаря тому, что человек единственный во всём творении обладатель свободного выбора. Больше нет никого. Ни минералы, ни растения, ни животные, ни ангелы – все они не обладают свободой выбора. Свободой выбора обладает только один – это человек. Откуда у человека свобода выбора? Каким образом она получилась? Почему человек способен не выполнить того, что Бог от него требует? Больше никто на это не способен. Ни минералы, ни растения, ни животные, ни ангелы. Только человек способен не выполнить то, что Всевышний от него хочет. Благодаря тому, что у него есть яйца рара. И поскольку он может не выполнить того, что Всевышний хочет, то когда он это выполняет, когда ему удаётся выполнить это, то здесь на самом деле и реализуется вся цель творения. Цель творения именно в нём, в человеке, в выборе человека, его выбором между тем, чтобы подчиниться Всевышнему или не подчиниться. Вот этого вот великого своего положения, когда о нём можно сказать, что всё, ты умолил его немного перед Богом, слава и великолепие ему, венчал его, ты сделал его властелином и творениями твоих рук и всё положил к его ногам. Благодаря чему? Благодаря тому, что человек свободен в своём выборе, благодаря тому, что у него есть яйца рара. Всевышний хочет, чтобы у человека был яйца рара. Поэтому совершенно естественно, что питание, предусмотренное для человека, это хлеб. Хлеб, который появляется в результате брожения. И точно так же, как яйца рара, он должен быть. Но не дай Бог потерять над ним власть, точно так же происходит и с брожением. И если мы наблюдаем над тестом, и в тот момент, когда оно восходит, мы говорим, о, сейчас оно взошло, самое время его в печку и выпечь, то получается вкусный хлеб. Но если мы перестанем его контролировать, то тогда процесс брожения приведёт к тому, что это тесто прокиснет, и всё, что можно будет сделать, нам только выкинуть. То же самое и с вином. И если процесс брожения управляем, тогда в результате этого процесса из винограда выйдет великолепный напиток – вино. если он будет неуправляем, то есть он будет продолжаться и продолжаться и продолжаться, то в конечном итоге, что получится, скеснет ему, прокеснет, только нос можно будет заткнуть. В лучшем случае уксус, а то и таков, таков яйца рара. Необходимо, чтобы он был у человека, но человек должен управлять. Он должен контролировать себя, он должен бороться с ним, он должен дать, что называется шохотлый сатан, дать взятку сатану, но держать себя в рамках, в границах. И в этом-то величие человека. Всё это на протяжении всего года. В Песах это не так. 7 дней в году должно быть не так. В 7 дней в году человек должен перейти на другой рацион питания. Почему? В чём здесь дело? Общая концепция праздников, о которой говорит Рамхаль, она известна. Праздник – это не годовщина в память об исходе из Египта, поскольку столько-то лет тому назад мы вышли из Египта, поэтому в память об этом мы устраиваем праздник. Нет, нет, не так. Умеется в виду следующее, что то событие важное, которое произошло в своё время, оно наложило отпечаток на оси времени, и каждый раз, когда мы по спирали времени возвращаемся, слово шана – год, годичный цикл, а снова лишь нот – повторять, то есть мы всё время возвращаемся на ту же самую точку, и когда мы, сделав годовой виток, возвращаемся снова на точку месяц Ниссан, 14-15 Ниссана, мы возвращаемся в исход из Египта. Это не в память об исходе из Египта, а это мы просто возвращаемся в ту самую ситуацию, которая была при исходе из Египта, и вести себя необходимо в соответствии с создавшейся, возникшей ситуацией, повторяющейся из года в год. А что это была за ситуация? Весь мир тогда живёт достаточно приниженной жизнью, дело не только в том, что и язычество, и долпоклонство, это жизнь, в которой правит только произвол, насилие, в котором насилие и разврат не просто существуют, а возведены в религиозный культ, в котором людей интересуют только интересы живота, – это ножа и вилки, и больше их вообще-то ничего не интересует. Кровавые культы, поклонения различным силам природы – так выглядит мир. Был только один человек, который попытался жить по-другому, его звали Абрама. Он пытался распространять свои взгляды и воззрения, не очень получилось, но, по крайней мере, свою семью он создал, в которой показал, что можно жить по-другому. Вот эта семья живёт, развивается, но в какой-то момент она попадает в Египет. И попав в Египте, в конечном итоге, с одной стороны расплодилась, а с другой стороны попала в рабство. И попав в рабство к египтянам, евреи, потомки Абрама, начинают очень много перенимать из образа жизни и воззрений быта египтян. А Египет тогда… Вот всё, что было в мире, всё, как сегодня… Можете представить, что, в общем-то, почти вся дрянь, которая в мире распространяется, есть одна страна, из которой всё исходит. Так было и тогда. Центр всего – Египет. Сверхдержава того времени. И с точки зрения культурного, и с точки зрения религиозного, и с точки зрения образа жизни, она диктует. И вот туда попали евреи. И попав в рабство к египтянам, начали принимать их образ жизни, нравы. Но благодаря исходу, который состоялся тогда, Всевышний вырвал еврейский народ, потомков Абрама, которому он обещал, что он выведет его, потомков из Египта, он вырвал их оттуда. Вырвал, подобно тому, как говорят наши мудрители, подобно тому, как пастух, когда видишь, что корова не может разродиться, он помогает ей, вытаскивая плод из её чрева. Точно так же и здесь. Всевышний оторвал, вырвал, разорвал пуповину, которая соединяла евреев со всем остальным миром. И вот это вот потрясение, которое произошло тогда с еврейским народом, исход из всего этого египетского, из всего тёмного, из всего затрапезного, из всего того мира, который был тогда, он произвёл такое потрясение, что еврейский народ, выйдя из Египта, сумел через пятьдесят дней встать на горе Синай и сказать всё, что Бог нам скажет, всё это мы сделаем и выслушаем. Это степень, как говорят наши мудрецы, ангельская, а не человеческая. Вот то самое потрясение, которое было тогда, оно освобождение, освобождение от гнёта материальности, освобождение от тьмы язычества, подчинение законам природы. Всё это осталось, зафиксировалось на дате 15-й несан. И каждый год, совершив годичный виток, мы возвращаемся к этой самой точке. В такой ситуации невозможно есть обычный хлеб, потому что для яйца рара здесь нет места. Семь дней в неделю человек должен перейти на совершенно другого рода хлеб, в котором нет этой самой закваски, в котором нет брожения, который освобождён от яйца рара. На эти семь дней соответствует тому положению, которое есть у еврейских душ в эти семь дней, соответствует пища, которую мы едим у отца. В остальное время года – хлеб, обычный хлеб, который сделан из бродившего теста. И именно это имеет в виду здесь на Бельбахе, который объясняет, что в храм аналогично, поскольку пусть для постоянной нашей еды это нормальный естественный хлеб, но в храм, точно так же, как в Песах это невозможно, точно так же это невозможно и в храме. Это его объяснение, ну и хотя бы в двух словах истинное объяснение. То есть, хамец и сладость – те самые две вещи, которые были запрещены – это вещи, которые являются двумя крайностями. Они выражают две крайности. С одной стороны – сладость. Сладость, изнеженность всегда ассоциируются с изнеженностью, с мягкостью, с приятностью. А с другой стороны – хамец. То, что прокисло, то, что, в общем-то, мёртво. И всё, что можно с этим делать – это только выбросить. Это две крайности. Они соответствуют в управлении миром. Есть два образа воздействия Всевышнего. Либо это медата хэсет, то есть желание давать, 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 давать. Но при желании давать, давать, давать неограниченным. Можно и утонуть. А с другой стороны – медат один. Происходит от слова «дай», то есть справедливость, достаточно. Иными словами – заслужил – получил, не заслужил – не получил. Каждое из этих качеств, оно стремится к краю. Оно крайнее. Будучи крайним, оно ведёт в никуда. Оно ведёт в небытие. Когда Всевышний создавал мир, написано, что мир был создан благодаря тому, что Всевышний миззег бы медата рахамин. То есть сумел сделать… Точно сказать «Медами музегет», некоторые – это не компромисс, ни то, ни сё. А это такая система управления, которая включает в себя органично и то, и другое. То есть есть воздействие, влияние, которое вместе с тем оказывается ограниченным. Но не безграничное крайнее любовь с одной стороны и не безграничное крайнее ограничение с другой стороны, а именно золотая середина. Вот такая золотая середина, она может попадать на жертвенник. Крайности ни в коем случае. Всё, что в мире крайнее, крайнее ведёт на край. Крайнее ведёт к небытию. Крайности – это та вещь, которая в мире существует, безусловно, но в храм она не должна попадать. Никаких крайностей в храме. Только золотая середина. Это уже относится к тайному туру.